Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигет. И сегодня мы вспоминаем преподобного Серафима Вырицкого. Он очень родной и близкий всякому русскому человеку, потому что именно он, собственно, и вымаливал Россию в самые годы безбожия. И мы, конечно, вспоминаем, как он стоял на камне в Вырицах, он уподоблялся подвигу преподобного Серафима Саровского. И, кстати, молился-то он, собственно, когда стоял на камне, он молился именно перед образом преподобного Серафима Саровского. И 10 лет ежедневно, в любую погоду, неважно, там сырость, слякоть, мороз, дождь, солнечные лучи, неважно, он каждый день выходил и молился о спасении России. И вот, может быть, мы как раз сейчас и живем благодаря вот таким молитвенникам, как преподобный Серафим Вырицкий, преподобный Серафим, который вымолил нас, который исповедовал Христову веру в годы самых тяжких гонений. И святой Серафим Вырицкий, это совершенно, с одной стороны, такой вот уникальный угодник Божий, в нем в каком-то смысле вот рушится наше схематичное представление. Почему так? Потому что вообще ведь долгое время он кем был? Он был купцом, на самом деле, то есть еще до принятия монашества он вел вроде бы мирской образ жизни, хотя на самом деле он с детских лет уже задумывался о монашестве, тут мы можем что вспомнить, что он из простых ярославских крестьян, и вот когда ему 10 лет, отец его умирает, а мама больная, и сестра у него тоже умирает, и вот остается он как бы один, и приходит он в Петербург, где кто-то вот из родственников там владел лавкой, и тогда будущего старца звали Василием, Василий Муравьев, Василий Николаевич Муравьев, и там он устраивается работать просто в лавке как рассыльный, ну в каком-то смысле вот как мальчик на побегушках, да, и были у него такие уже колебания, ведь первые книги, которые он читал, это были Евангелие и Псалтырь, он еще вдохновлялся житиями древних святых, Антония Великого, Макария Великого, Пахомия Великого, Мария Египетская, то есть именно пустыножители святых, и как-то вот он приходит в Александр-Невскую лавру, хочет увидеть настоятеля лавры, а время было раннее, ему предложили пообщаться со схимником, и схимник ему говорит, что нет, ты должен оставаться в миру, вести благочестивую мирскую жизнь, вступить в законный брак, вот воспитывать семью, а потом уже Господь приведет тебя и сделает монахом, что удивительно, вот точно такое же предсказание получила его будущая супруга Ольга, она тоже в детстве думала о монашестве, и ее познакомили с какой-то схимницей, и схимницей предсказала, что вот вначале она все-таки создаст христианскую благочестивую семью, а уже под конец жизни всецело посвятит себя Богу и станет монахиней, и все это действительно исполнилось, а Василий Муравьев, который, ну вот, шествовал этим мирским вроде по путем, он достаточно быстро стал приказчиком, то есть в нем раскрылись вот эти таланты сообразительности, ума, он умел считать, то есть по большому счету это был такой талантливый предприниматель или бизнесмен, как мы сейчас говорим, и когда он вступил в брак, вот действительно, постричал вот эту вот Ольгу, девушку, которая была ему вот прямо от самого Господа, то он занимается своим бизнесом и становится мехоторговцем, то есть торгует мехами, ну, казалось бы, что там, бери, да продавай, а это очень было дело сложное, потому что надо не просто вот приобретать меха, надо знать, как их хранить, они легко портились, выходили из строя, надо знать, как правильно сбывать это, и вот он занимается таким предпринимательским делом, у него это удается, он становится купцом второй гильдии, ну, что нам сейчас это говорит, да, вот были три гильдии, и, конечно, самая высокая, это первая гильдия, вообще там такие вот богачи с непомерными доходами, вторая гильдия, это вот такие среднего уровня купцы, и они платили определенный взнос, да, за то, чтобы вот находиться в этой гильдии, ну, и определенные права предоставлялись, и потом вот самая ниша, это третья гильдия, так вот, Василий Муравьев был купцом второй гильдии, и он торговал даже вот с другими странами, с Германией, с Австрией, еще с какими-то странами, он иногда даже сам приезжал, выезжал за границу, хотя по образованию фактически не имел какого-то он особо высшего образования, поначалу выучился, практически сам выучился грамотен, основам математики, а потом уже просто вот экономические курсы оканчивает, ну, просто вот такой экономический ликбез, ликвидация безграмотности, и при этом настолько вот он в практическом деле преуспевает, что даже делится вот своими наставлениями, как правильно заниматься предпринимательством с другими, но при этом какая ситуация, вот к чему мы вообще это говорим, к тому, что можно даже заниматься бизнесом, но при этом не посвящать свое сердце бизнесу, то есть рассматривать это как определенный жизненный путь, как даже просто вот профессию, которую на каком-то пути тебе Господь подал, а сердце все равно посвящать Богу, не каким-то несметным богатством, не деньгам, а вот именно Богу посвящать свое сердце, и даже тогда, вот когда он вел вот свою деятельность, он очень много благотворил, он кормил бедных, и вспоминается вот такая история, которая уже ходит даже как полулегендарного такого характера, на самом деле это реальная история, когда он однажды вернулся за границы, его кучер везет вот по улицам Петербурга, и вдруг Василий Муравьев видит на улице простого крестьянина в изодранной одежде, который сидит и произносит громко, не как ты хочешь, а как Бог даст, не как ты хочешь, а как Бог даст. И что-то вот произвело такое действие на Василия Муравьева, что он пригласил к себе этого изодранного крестьянина, кучер был недоволен, как это так, вот какого там неряху сажают с собой в повозку, и вот расспрашивают, оказывается, у этого крестьянина вся семья была больная, и дети, семеро детей, жена, отец болели тифом, поэтому соседи боялись заходить в их дом, а у них очень тяжелая была ситуация, так что он пошел продавать единственную лошадь, чтобы купить корову, а вот когда он продал лошадь, то деньги у него украли, у этого крестьянина. И он, понимая, что в материальном смысле надеяться уже не на что, он ни с чем не может вернуться, вот он садится на улицу и как бы, уповая всецело на Бога, произносит «не как ты хочешь, а как Бог даст», «не как ты хочешь, а как Бог даст». И когда он рассказал эту историю Василию Муравьеву, то тот повез его на рынок, тот купил ему сразу две лошади, телегу, телегу загрузил еще продуктами различными, привязал к телеге корову, все это вручает крестьянину, тот говорит, да нет, зачем, я же это не приобретал, как я могу все это взять. И тогда Василий Муравьев ему говорит «не как ты хочешь, а как Бог даст». Вот Господь тебе как раз подает это, в этом Божья забота о тебе. И после этого сам Василий Муравьев попадает к парикмахеру, точнее вызывает к себе парикмахера и произносит сам, на него такое действие произвело, «не как ты хочешь, а как Бог даст», «не как ты хочешь, а как Бог даст». И этот парикмахер слышит эти фразы и вдруг падает на колени и говорит «барин, откуда ты узнал про меня?». А он-то и не имел это в виду, оказывается, что парикмахер задумывал убить Василия Николаевича Муравьева, завладеть его деньгами, уехать, и вот он раскрыл, а слова «не как ты хочешь, а как Бог даст», как бы раскрыли для него его темные планы. И тогда Василий Николаевич, понимая, что Господь сохранил ему жизнь через это, он наделяет парикмахера все-таки тоже какими-то деньгами, отправляет его из Петербурга, чтобы он уже уехал куда-нибудь и начинал жизнь праведную, а сам тоже переосмысляет вот то, что происходит, видит, насколько ненадежна жизнь человеческая. И что мы знаем про Василия Николаевича Муравьева? То, что в конечном итоге, в конечном итоге, так как сердце его стремилось именно к Богу, он вместе с супругой, они и посвящают себя в конечном итоге Бога. А когда посвящают? Вот когда уже происходит революция? Казалось бы, все другие боятся, да, боятся становиться монахами, священнослужителями. За это ведь расстреливают, выгоняют, а тут тем более что? Представьте себе, это ведь был преуспевающий бизнесмен, ну что с ним сделают красные? Просто поставят к стенке, расстреляют. А он мало того, что не эмигрировал никуда, никуда не уехал из дорогой нам родины, а он отрекается от мира и открыто становится монахом, что тоже для новой безбожной власти не очень-то было угодно, но вот уже святой Серафим, первое имя было Варнава, а потом уже в схеме он Серафим, и он полагается на Бога. И вот как раз вот эти вот некие такие вот парадоксальные вещи, что Господь сохранил его в годы революции, никто ничего не смог ему причинить никакого вреда. И впоследствии пытались даже его арестовать, и, вероятно, хотели расстрелять, но и это не удалось. А почему так? Да именно потому, что, видимо, есть какой-то особый божий промысл. Когда нужно, Господь ведет нас через скорби, а когда нужно, Господь нас сохраняет. И сам Серафим Вырецкий постоянно напоминал вот эту вот библейскую фразу «От меня это было», да, это слова из третьей книги «Царство», в связи с чем произнесены были эти слова? В связи с разделением единого богоизбранного народа на два царства, израильское и иудейское. Вот когда после Соломона воцарился сын его Раваам, то появился некий противник Раваама, Иераваам. И Иераваам отделяет десять колен от общего царства и становится израильское царство. И вот вроде бы Раваам, сын Соломонов, хотел уже воевать с Иераваамом, а тут Господь через пророка ему говорит, что не смей воевать со своими братьями, потому что и это разделение попущено «от меня это было», произносит Господь через пророка. То есть часто даже вот такие революции, какие-то бедствия социальные Господь попускает для нашего вразумления, для того, чтобы, может быть, смирились, для того, чтобы мы по-новому посмотрели, когда каждый живет каким-то своим эгоизмом, к чему это приводит? К тому, что все начинают друг друга уничтожать, мучаются от своих же собственных страстей. И тут мы понимаем, что Божьим попущением нам дается и наказание, и вразумление. Но и в этих трудных ситуациях можно обрести удивительные духовные высоты. И вот пример преподобного Серафима Вырискова это как раз удивительный пример того, что когда вроде бы всюду безбожие, рушат храмы, кто-то отрекается, кто-то даже слагает в себя священный сан. А в лице святого Серафима мы видим фактически второго преподобного Серафима Саровского, потому что он ведет настолько высокую духовную жизнь, что к нему стекались буквально толпы людей. И когда он в Александро-Невской лавре был духовником, он бесконечно принимает людей. А возвращаясь келью, он спит на каком-то комоде, то есть очень жесткая у него постель. Он постоянно в храме исповедует, и уже в то время начинаются исцеления людей, когда он помазует от лампады святым елеем приходящих. И вот они, некоторые получают уже исцеление, приходят благодарить, и он говорит, нет, вы благодарите преподобного Серафима Саровского. То есть он очень почитал своего небесного покровителя, когда сам он принял схему, Серафим Вырецкий, то он почитал особенно, да и до этого почитал преподобного Серафима Саровского. Постоянно ему молился, видимо, преподобный Серафим вот от своей благодати уделил Серафиму Вырецкому. И причем, даже исцеляя других, Серафим Вырецкий, он терпел свои собственные болезни. Это вот тоже такой феномен святых людей, что они несут свой собственный жизненный крест. Они сами страдают, сами болеют, но молятся не о себе, не о своем исцелении. Они молятся о исцелении тех, кто приходит к ним. И известно, что вот в храмах Лавры Александра Невской там было в то время очень холодно, но мы понимаем, гонения, средств никаких нет. Когда Серафим Вырецкий, он посвятил себя монашству, то он все свои богатства раздал. Но, собственно, он и не был к этому привязан, так что, наоборот, обрел некую такую духовную свободу, радость. Он пожертвовал это многим обителям, храмам, монастырям, людям, которые трудились у него, много раз дал. И пришел совершенно освободившись. И вот сам он ничего не имел. И в годы вот этих безбожных гонений было очень холодно, храмы не отапливались. И преподобному Серафиму Вырецкому приходилось исповедовать людей в таком промерзшем помещении. Так что, в конечном итоге, здоровье его совершенно подорвалось. Это и ревматизм, да, и болезни ног, и там закупорка каких-то вен, сосудов на ногах. И межреберная невралгия. Вот те, кто страдает такими недугами, молитесь преподобному Серафиму Вырецкому. Он прекрасно все это понимает, он сам через это прошел. И поэтому уж наши болезни он знает. И в нем мы всегда найдем такого соучастника. И он, кстати, перед смертью, он и говорил, что приходите ко мне, как к живому. Когда вы даже просто вот к нему на могилку приходили, а сейчас в Вырецах там часовня, мощи, его святые покоятся. Он говорит, приходите ко мне, как к живому, обращайтесь, просите, и я все услышу. Слово его исполнилось. Но еще при жизни, повторяем, было много чудес, было много предсказаний, чудотворений. А когда у него самого здоровье подорвалось, вот он как раз переезжает именно в Вырецы, и там-то и состоялись вот основные вот такие духовные подвиги, стояние на камне 10 лет. И это приходится в том числе и на годы Второй мировой войны. И он открыто, когда приходили те, кто за фашистов были, то он говорил, что Россия победит, потому что Россия — это православная страна, и за Россию многие молятся. И действительно, Россия победила. А когда еще до этого приходили чекисты, чтобы забрать и фактически расстрелять преподобного Серафима, ну, там за него, правда, вступились, тут так интересная тоже история, что супруга его приняла монашество, но потом она тоже приезжает к нему в Вырецу, и там они вместе вот молятся, будучи уже такими престарелыми монахами. А так как у них еще раньше до монашества были дети, то вот некоторые внуки жили с ними, и внучка, когда пришли чекисты, она, внучка, сказала, что «я вам своего дедулю не отдам». Почему не отдашь? Ты почему так вот бесстрашно за него заступаешься? Ну, потому что он очень дорог мне и другим людям, и вообще посмотрите на его здоровье, можете пригласить врача, в каком состоянии находится отец Серафим. И действительно, чекисты пригласили врача, и врач им говорит, что вы его просто не довезете. Он настолько себя плохо чувствует, что никакого смысла его расстреливать нет. Ну и старший из этих чекистов, он прислушался, и потом он еще отдельно побеседовал со святым Серафимом. Беседа была продолжительной, и когда он вышел, то прямо говорит, вот он, видимо, на него, его прямо потрясло вот это общение, он сказал, что «да, вот если бы все попы были такими, то мы оставались бы верующими». Ну, а зачем тебе спрашивать со всех? Вот если ты, чекист, уже увидел святого человека, вот он перед тобой, через этого святого человека явно действует Господь, действует благодать Святого Духа, то зачем тебе искать от каждого какого-то совершенства? Ты пользуйся тем моментом, который Господь тебе уделил. А вот ты соприкоснулся с благодатью, и вот тебе пример живой веры, и сам старайся эту веру хранить, мы не знаем, конечно, дальнейший путь этого чекиста, но знаем, что преподобный Серафим, вот Серафим Вырезки, это не просто теория, какое-то вот, ну, словесное исповедание веры, мы все можем красиво говорить о вере, а это реальный живой опыт богообщения, и благодать Божия наглядно через него проявлялась. Опять-таки, иногда это были очень парадоксальные такие случаи, которые сходу было трудно признать, вот как одна супружеская чета приезжала к преподобному Серафиму, просили его молитв, и так как молитвы эти исполнились, вот то, о чем они просили это исполнить, они захотели его отблагодарить. Принесли ему с собой, вместе с собой взяли, принесли огромную сумму денег. Отец Серафим говорит, что, это уже, кстати, вот послевоенные годы, после 45-го года, он говорит, что, ну, мы живем скромно, и нам ничего не надо, у нас и так все есть, все, что нужно. А они говорят, ну, вот мы же специально привезли, чтобы пожертвовать, поэтому с собой обратно мы не хотим увозить. И тогда отец Серафим помолился и говорит им, знаете как, вот вы когда пойдете обратно, то отдайте эти деньги первому человеку, который вам встретится на пути. Ну, они понимают, что это Божие прозрение, что Господь открывает им, как правильно распорядиться деньгами, выходит, идут, никого нет, идут себе дальше, и потом навстречу им идет пьяный человек, шатается, ноги заплетаются, и эта супружеская чета недоумевает, смотрят друг на друга, неужели мы должны отдать деньги пьяному человеку, он их потеряет, или он потратит их непонятно куда, себе во вред, сомневаются, недоумевают, стоят, вот он уже поравнялся с ними, равнодушно посмотрел на них, идет дальше, и тут они все-таки, вот что-то у них внутри проснулось, они говорят, вот подождите, пожалуйста, вот мы должны вам кое-что отдать, и вот они протягивают ему эти деньги, он взял, вот раскрыл, посмотрел, как только он увидел, то тут же протрезвел и стал ее благодарить, и рассказывать про себя, он говорит, как же сейчас вы меня просто спасли, оказывается, он был директором магазина возле железнодорожной станции, и его ложно обвинили в растрате денег, ну, сейчас скажешь, ну, подумаешь, растрата у нас там в 90-е годы, кто как хотел тратить, ну, растратил, значит, уволит, да и все, нет, это были другие времена, это еще времена Сталина, и за такие преступления, хотя он и невиновен был, но оговор, казалось, что действительно он растратил, и доказать невиновность было невозможно, за это могли просто-напросто расстрелять, или лет на 10-15 отправить в какие-нибудь лагеря, поэтому у него все рушится, и вот не зная, как быть, он решил покончить с собой, а ради смелости напился, и вот шел, чтобы уже совершить страшный грех самоубийства, и вдруг подходят эти люди, протягивают деньги, оказывается, эти деньги, это и была та вот нужная сумма, чтобы покрыть вот ту недостачу, вот в чем сказывается промысл Божий, вот в чем сказывается подлинная любовь, вот Серафим Вырицкий, он молился о русских людях, о том, чтобы Россия спаслась, и он, святой Серафим, он и спасал людей, которые очень нуждались в этом, и видите как, если мы видим пьяного, то не надо его осуждать, может быть, какая-то беда, мы должны, наоборот, помогать человеку, чтобы он не погиб, чтобы что-то у него не случилось, хотя бы просто помолиться, о таком человеке. Наше око, оно очень лукавое, очень кривое, и не нужно своим оком измерять и оценивать других людей. А правильный взгляд, это только у очищенного ока, очищенное око бывает у очищенного сердца. И святой Серафим Вырицкий, конечно, мы не можем сейчас вот все выразить, что он значит, но это, надо сказать так, что это одна из ключевых действительно фигур в русской истории, даже не просто вот в истории церкви, а это один из молитвенников, который вымаливал Россию, и тот праведник, ради которых продолжает существовать еще наш мир. Вот если не будет таких, мир рухнет, все друг друга уничтожат, будут изъедать. А через таких, как преподобный Серафим Вырицкий, благодать Божия, она очевидно проявляет себя. И он предсказывал, конечно, что вот уйдут безбожные времена, перестанут гнать за веру, но тогда люди будут больше как раз гибнуть из-за прелести и из-за денег. То есть, да, вот эти безбожные власти отойдут в сторону, но люди станут посвящать себя изощренному злу. И церковь, она будет гонима, но другими образами. И храмы будут строить, купола золотить, но кто будет приходить в эти храмы? И все же он предсказывал, что Россию ожидает духовный расцвет, хотя борьба добра и зла продолжится, и, конечно, все в руках Божьих, но сейчас мы просто вот должны довериться Божьему промыслу. Если случается какая-то беда, то вспомним, о чем напоминал на преподобный Серафим Выриский, что от меня это было, то есть от Господа это посылается. И какие бы ни происходили перипетии исторические, вот в конечном итоге мы возвращаемся к той же самой фразе «Не как ты хочешь, а как Бог даст». То есть ты старайся смириться пред Господом, от сердца молиться, прощать и своих ближних, и врагов своих прощать, любить их. И когда сердце чистое, то вот, по примеру, ну хотя бы немножечко подражая святому Серафиму Вырискому, вот стяжать вот это вот душевно-сердечное тепло, и такое тепло, оно привлекает, конечно, и других людей, привлекает к вере Христовой. Это единственный путь, на котором можно обрести спасение. Помолимся, братья и сестры, преподобному Серафиму Вырискому, чтобы он управил жизнь каждого из нас к подлинному благу, чтобы помог нам находить вот свой правильный путь, вот не утопать в страстях, да, а если вот в миру мы, то все равно служить честно своему делу, не обманывать, не лгать, стараться быть искренними христианами и доверять Господу, потому что, как говорил преподобный Серафим Выриский, пусть даже и будут какие-то гонения, да, или там неприятности, но именно через болезни и скорби и будут спасаться христиане в последние дни, когда подвигов нам не хватает, но через болезни мы приходим к истинному смирению, а смирение открывают врата для благодати Божией. Преподобни, отче Серафиме, моли Бога о нас, и вас, дорогие братья и сестры, храни и спаси всех Божия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok